Героине нашего следующего сюжета, маленькой Ангелине, только предстоит найти средства на очередную реабилитацию. Ее мама сделала все, чтобы девочка была здорова, но без вашей помощи ей не справиться. И если вы готовы, то сейчас самое время помогать. Сегодня мы расскажем историю Ангелины. Мы уже помогали этой девочке и собирали деньги на реабилитацию. Этот отважный и трудолюбивый ребенок все время старается и работает над собой. Сейчас Ангелине снова нужна наша поддержка. Органическое поражение центральной нервной системы. И этот диагноз далеко не единственный. Врачи говорили, что девочка не будет ходить и видеть, но мама не опустила руки. Все силы после рождения дочки Катерина бросила на ее физическое развитие. Сейчас Ангелина хоть и плохо, но видит и передвигается без помощи посторонних. Теперь семья борется за то, чтобы малышка научилась говорить. КО, МЫШ, КО. Какие ты еще слова знаешь? КИ. Знаешь слово КОНЬ? КОНЬ. А ДЕНЬ? НЕТ. НОЧЬ. НОЧЬ. Общее здоровье Ангелинки довольно слабое. И мы все эти 8 лет только делаем, что его подкрепляем, ее как тот цветочек поливаем, 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 чтобы она у нас хоть как-то выровнялась с обычными ребятишками. То есть, конечно, у нас уже нет той цели, что она станет абсолютно нормальной, как здоровый ребенок. Но мне бы хотелось, чтобы в будущем она смогла одеться сама, я не знаю, что-то себе приготовить уже во взрослом состоянии, сказать какие-то простые предложения. Мама нашла лечение, которое подходит Ангелине. Теперь им необходимо регулярно проходить реабилитацию. Она как обкрепла, спина стала прямее, взгляд осознаннее. И как-то так совпало, что она начала различать цвета. Мы прошли 6 реабилитаций, после каждой что-то новое я видела в своем ребенке. То мы начали первые слоги говорить слов. Сейчас мы уже на том уровне, что она некоторые слова может повторять полностью. Ангелина очень много занимается, ей приходится постоянно работать. И сегодня мы решили устроить ей выходной. И привезли ее вместе с братом в зоопарк. Катерина воспитывает детей одна. Они живут в маленькой комнатке в пансионате. Девушка никогда не жалуется на жизнь и лишь вспоминает, как пришла к тому, что просить о помощи – это нормально. Я понимаю, что если я хочу, чтобы она говорила, я должна это сделать, потому что я не могу дать. У меня нет. Это же пожертвовать чужому ребенку – это какое сердце нужно иметь. Это кусочек своей любви подарить, правильно? Так сколько в ее словах любви и скольких человек я даже сосчитать не могу. За два года речевой реабилитации Ангелина научилась многому. Останавливаться ни в коем случае нельзя, иначе все навыки будут утеряны. Ангелина, тебе понравилось в зоопарке? Да. Это кто? Ры-ба. Молодец. Для того, чтобы Ангелина отправилась на седьмую реабилитацию, необходимо собрать 120 тысяч рублей. Сумма для одинокой мамы неподъемная. Помочь девочке можно, отправив средства на карту Сбербанка, которая привязана к телефону, указанному на экране. Более подробную информацию вы найдете в группе «Точнее ВКонтакте». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова